Привет, привет. Привет. Давно не виделись? Да ладно, зато слышим сейчас. Жванецкий – это жанр. Мы те, кто здесь живем, и есть патриоты, ибо здесь могут жить только настоящие патриоты. Все российские рэбэ. Конечно, беспокоят мы, что меня могут забыть, но сегодня уже беспокоят мы, что меня могут запомнить. Это опаснее. Человек с печальными глазами. В драке участвовал в 200 ресторанах. Он гений, и все. Ой, ой, ой. Хорошо жить в России – хорошо, но надо быстро, чтобы успеть до прихода милиционера, революционера, пожарника и врача. Михаил Михайлович, он в первую очередь писатель. Из всех моих цитат, цитат в населении довольно много. Чаще всего цитируют. Может, что-то в консерватории подправить? Он, прежде всего, писатель, и только писатель. Ну, началось. Ох уж эти друзья. Они думают, что знают, кто такой Жванецкий. А между тем, об этом знает только я. Я в представлении не нуждаюсь. Я его портфель. Кстати, мне уже памятники поставили и в Ялте, и в Одессе. Значит, заслужил. Я вам и поведаю, кто такой мой Жванецкий. Например, он любит разговаривать с котами. Мой Жванецкий находит с хвостатыми общий язык. Морис – предшественник Морсика. Был старый кот, мудрый. А этот молодой Морсик. Так, слушает полуха. Вот молодой, и потом, ну, когда я вижу, как-то с нурком, как-то тесенкой, это все время, все время. Вот это, ну, конечно, очень завидую такой подвижности. Я пытаюсь быть похожим на моего кота. Полная зависимость от хозяина при независимости характера. Ходит за хозяином – дай, 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 дай. Дал. Все, снова независим. Получается, где-то 4-5 раз в день, ну, просто совершенно независим. Все. Почему мой Жванецкий выбрал себе такого собеседника, который, будучи котом ест сырники и шоколадные конфеты, не знаю. Вот Морис слушал очень внимательно. Всегда, когда хозяин пребывал в размышлениях, чтобы ни в коем случае ему не помешать. Морис сидел неподвижно. Сидел неподвижно, он сидел у меня на подголовнике. Потом он еще любил соскальзывать и на лысину мне лапкой. Ему удобно, и мне было очень приятно, потому что все, все, все. Поэтому мы так сидели довольно долго. Причем мы оба смотрели телевизор. Ну, вот я мог что-то сказать ему, мог что-то... Допустим, вот я смотрю какой-то фильм, сказать, какая-то билиберда. Он так, ну, что-то почесал, ну, в общем, ответил. Вот откуда мой Жванецкий такой взялся? Родился со своим даром, стал, генетика, но в роду у него не было никаких писателей. Нет, не было никого, кто писал. Вот это все. Ну, дядя Боря был водителем танка в войну, потом был шофером. Другой дядя был, тоже занимался автомобилями, потому что он строил завод огромный Жигулей вот этот самый. Это отец с ним ходил по квартирам. Он говорит, что мне нужен маленький портфель, чтобы истории болезни помещались. И вот он был врач, ходил по квартирам. Сейчас я по квартирам не хожу, но истории болезни тоже помещаюсь сюда. Всегда у таких людей, как я, есть талисман какой-то. Это портфель, я не мыслю, что мы его латаем, все заклеиваем. Я всегда с тобой, мой Жванецкий. И я только с ним. Я и папу не знал, я знал только маму. Мама ходила ко мне на показательные выступления, которые мы проводили в Одессе. Миша иногда приходил, когда он был в Одессе, ко мне там на тренировки, да, и мы куда-то потом заваливались куда-то в гости. К маму я всегда приглашала на показательные, и она всегда приходила наряженная и всегда под ручку. А я наоборот, маму знал меньше, поэтому не могу сказать, как она воспитывала моего Жванецкого. Для него-то лучше, чем мама, нет никого на свете. Но я о таком сыне, может, только мечтать. Она жила на втором этаже, и надо было туда подниматься. На втором этаже в Одессе. Провел ей туда туалет. Это было большое достижение в нашей жизни. Пылесос вообще прекрасный гудит, как зверь. Ему надо какие-то уплотнения заменить, и он сразу сосать начнет. А велосипед для здоровья малогабаритный. Его ж на заводе обменять, это же удовольствие. По утрам за хлебом, за молоком. У нас надо пораньше выезжать, чтобы застать. Сердце укрепляет, ноги укрепляет. Я-то уже давлением страдаю. Так мы аппарат для измерения давления купили. Специально через собес. Вот странное дело, давление огромное, а чувствую себя хорошо. И наоборот, как нормальная голова раскалывается. Дочерям померила, у малышки тоже огромная. А бегает, прыгает, как ни в чем не бывало. Ну там шкала сдвинутая, и ртуть не опускается. А его отремонтировать, это же как удобно. Это же не нужно каждый раз врача вызывать. А пока мы тут напутали от гипертонии, что-то не то принимали, полегли все. Для девочек проигрыватель купили недорогой, пусть крутит. Но он не работает, там иголка по три раза одно слово произносит. Язык учить хорошо, а мелодию не поймаешь. Мастер говорит ему головку поменять, и наши пластинки не подходят. Кривые очень. А чего ж нашему проигрывателю наши пластинки не подходят? А чьи? Ну в общем и музыка есть, и все удобства. Бачок мы сами переделали, крышку содрали, внутрь рукой лезем, там все регулируем, открываем, затыкаем. Прекрасно, и дети научились, лишь бы вода была. Ну телевизор-то мы давно не смотрели, но как отремонтируют, не знаю как вам, а нам такие новости сообщают. Там на каком-то заводе что-то пустили, в каком-то районе к чему-то приступили. Там где-то болт завернули, гайку приварили. Таких новостей можно каждый день по тысяче. А может у нас так телевизор работает? Может его отрегулировать, он что-нибудь другое сообщит? Это же советская власть была, и поэтому они мало получали, но я знаю моего отца. Он, у него, как говорится, все сделал, делал больной. Так он называл. Больной мне отремонтировал балкон. Больной покрасил крышу. Больной, я вначале не понимал, как больной может красить крышу, и больной может ремонтировать балкон, и больной лестницу. Почти не больной. Такой текст страшно смешной. Но это было так. У них не было денег, и отец, кто в общем-то денег не брал, это было опасно. А Морсик слушает, да ест. Где уважение к хозяину? Ну, ты слушаешь меня? Ну, я же с тобой разговариваю. Поэтому больной у нас всегда стучал какой-нибудь больной. Молотком стучал. И что-то завинчивал. Больной сейчас починит телевизор. Телевизор. Да, я с ним договорился, да. Все это происходило в нашем родном городе. Ах, Одесса, как я люблю туда возвращаться. В Одессе. Приезжий обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать где. Ну, все, узнал, иди, чего ж ты стоишь? Я, как человек, живший в детстве в Одессе, и мама коренная одесситка была, то мне это очень близко. И, конечно, по духу это, безусловно, все оттуда. Ой, подумаешь, одессит нашелся. Детство он там провел. Я тоже там родился, но не хвастаюсь. Ой, помолчи. У тебя просто перенос величия хозяина на твою душонку кожаную. Ну вот, дожили. Уже рот затыкают, замок вешают. Только один человек может мне указывать. Это мой хозяин. Только он мне начальник. Я был всю жизнь начальником. Но я был комсоргом факультета. Значит, и, как ни странно, ко мне прислушивались. Вот комсоргом факультета был факультет механизации портов. Так, такой, такой. Ну, там в то время евреев, людей моей национальности не брали в такое место, где можно было пойти за границу. Визу, все. А вот именно в портах можно. То есть сидеть на месте, не выходить. Так я и ходил по причалу, и видел, как отходят сюда, приходят сюда. Я писал не для порта, я в порту читал. А я писал уже для города. Я в порту работал, поэтому... Там, значит, как получается... Вот у нас там была хлебная гавань вдали от Одесского порта. Я, значит, был в Одесском порту механиком по портальным кранам. Это после института. Такое назначение было. Вот, значит, ночью дежуришь. Здесь рядом Борейка, такой механик, по наземному транспорту, по этим всем Кларкам, и автопогрузчикам такие, которые с вилами. А я по портальным кранам. Вдруг ночью звонок. Алло! Это говорит завизит начальника порта. Ночью. Кто на смене? Кто сменный по большому? По большому это значит по портальным кранам. Я говорю, Жванецкий, Вы знаете, что у Вас на хлебной гавани морская вода заливает тележки портальных кранов? Не имеет, но примите меры. А я только после института я, значит, надеваю плащ-палатку. Хорошо, что вот Борейка, старый механик, лежал, он лежал на скамейках. Мы все лежали на скамейках ночью. Широкие такие скамейки, так ватник по голову. Этот сменный механик Борейка, он говорит, и куда ты собираешься? Я говорю, ну как, вот звонит завизит начальника порта, там морская вода заливает тележки портальных кранов? Надо немедленно принять меры. И ты куда идешь, жопой волны отбиваешь? Я говорю, да это же завизитец начальника порта, для нас это как император. Он говорит, а ты думаешь, что идиоты только среди нас с тобой? Жванецкому в молодые годы, в годы расцвета и целых 8 лет промаяться в порту. Но все-таки они прошли не зря. Я всегда всем говорю, вангоговские подсолнухи, их живопись, их сила, их мощь, не сейчас родилась, когда он взял, зачерпнул краску и стал по холсту стукать кистью, а тогда, когда он спускался в шахту. Потому что это многомерное понятие искусства, которое уже не назовешь искусство. Это называется жизнь. Это многомерно. Где он понахватался каких-то реплик? Что значит понахватался? Какое понебратство с моим Жванецким? Даже я, самый близкий друг, себе такого никогда не позволяю. Вообще-то говоря, тебе-то можно было бы и помолчать. Надо сказать, что такое, что ты выступаешь? Конечно, ему работа в порту, она ему дала много. Другое дело, если бы он так бы, представьте, остался бы в порту. Потому что ничего нет лучше, когда вам шепчет в ухо чья-то молодость. Что-то шепчет, касаясь всеми своими губами, сопровождая какие-то слова теплым дыханием, слегка щекотно. И так приятно, что слушал бы, но слов не разобрать. Сам процесс настолько. И дыхание проникает настолько, а там еще смеются. Это же, оказывается, анекдот. Ну, говорят вам, смешно, правда? Еще как, говорите вы, краснее. А нельзя еще раз концовку? На вас смотрят удивленно, но опять в ухо губами, и вы снова теряете сознание. Будь в вашей власти, вы втянули бы в это ухо все. Вы силитесь понять, а вам смеются внутрь, тихонько и повторяете, чтобы вы поняли. Нет, не доходит, говорите вы в надежде. Я третий раз не буду, даже для тупых. Сатирик называется. Вы никого не слышите, кроме себя. Но я не виноват, я не расслышал. Ну, глубже, чем в ухо, я не могу. Купите аппарат, сатирик, чтобы понимать хотя бы то, что говорят вам в ухо. Я понимаю по губам, ответил я, но ваши губы следует прижать к моим и говорить. Клянусь, я разберусь. Я пойму, я не тупой, я просто одинокий. В молодости мой еще не видел тех залов, что есть у него сегодня. Тогда были квартирники. У нас дома с крайнего у нас собиралась очень большая компания. Сначала на полу сидели, потом повыше, повыше. И оставшиеся стояли в коридоре уже на стульях. И это продолжалось часами. Умница, красавица, какой шикарный грудной голос. Люблю я женщин. Этому я научился, конечно, у Жванецкого. Вот кого не смею перебивать, дам. Не знаю. Всегда в молодости говорил, что я не умею одеваться летом. Никаких таких заявлений по поводу моей красоты нечеловеческой ты не делал. Поэтому я даже удивлена, что ты к старости рассмотрел, рассмотрел, что я такая красавица необыкновенная. Мне приятно, но голос у меня не грудной, а довольно писклявый. Грудной, грудной. Чарующий просто. Так я про моего Жванецкого. Произошла у него в жизни счастливая встреча с Ромой Карцевым и Витей Ильченко. Сухой, малой и писатель. Витя Ильченко сухой, потому что он был высокий и худой. Малой – это Роман Карцев, потому что он был маленький и пухленький. Писатель – это я. Без внешности. Началось-то все, конечно, с них. И Витя пришел, и мне сказали, что вот пришел человек, который все время, он говорит, если нужно где-нибудь, если там самодеятельность, все, я участвовал в школе, я могу вполне. И мы посмотрели его прекрасно. А у нас еще был Карцев, Рома, по фамилии Карц. И я их соединил. Я их соединил, а кто будет писать? А что делать? Они, у них репертуара нет. Оба талантливы. Ну и я стал писать как комсорг вначале, чтобы не развалилась эта самодеятельность. Когда знаешь как, умеешь, но уже не можешь сам, ты тренер. Когда знаешь как, не умеешь, не можешь сам, но можешь научить, ты профессор. Когда не знаешь как, не можешь сам, не можешь научить, но можешь наказать, если эти суки сделают не так, ты президент. Мне было 11 лет, я услышал, увидел по телевизору, не он сам читал этот текст, это был Карцев и Ильченко. Это была история про утро в Одессе, о воскресенье в Одессе. Я думал, как же так человек это смог написать? Как же я хочу уметь так же, я хочу так же, как этот человек, жить, чтобы говорить о том, как я живу, и чтобы от этого все были рады. Он хотел писать, как Жванецкий. Да держите меня, даже я себе таких мечтаний не позволяю. Я на сколько лет младше, вообще парень из Кемерово. Ты, конечно, уважаемый предмет. Ну, знаешь что, сейчас вот не перебивай. Ладно, ну подожди, ну что-нибудь. Да молчу, молчу, какие все обидчивые. Так мы про Витю и Рому говорили. Они по жизни втроем были всегда. Поэтому они близкие абсолютно по духу, друзья, и через них он мог общаться с нами, с простыми грешными. Тот, кто живет долго, ну как я, или как Александр Анатольевич обширает, те помнят интонации. Карцева и Ильченко. Это был такой треумират. Рома, Витя, Миша. Пошлите мне костюм, он говорил. Ну, я готов заплатить и выжить. Ну, я же не умею жить, я никогда не шел костюм. Ну, я заплачу, сколько он. Ну, врач, врач говорит все время, ну как? Я не могу, я лечу людей. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Доктор, я вас очень прошу, помогите мне. Я уже в этом не могу ходить. Что-что? Ну, посмотрите, я уже три года воношу. Да, ну и что? Шейте мне костюм. Что-что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Сколько скажете, столько и будет. Я хирург, я даже не психиатр. Я понимаю, доктор. Потрясающие ребята. Ильченко с Карцевым играли его совершенно феноменально, разнообразно и вечно. Много кто читает, вот я грешил. И все равно это несравнимо с тем, как он наносит свои произведения. Потому что моноложность, помноженная на актерское обаяние и вот этот сценический образ, не писательский, а именно сценический, и дает вот такое вот очень комплексное совершенно прелесть. Софья Геннадьевич, я не хочу вас пугать. Вы как-то говорили, что хотели бы жить отдельно. Так вот, если вы сию секунду не найдете свободной минутки, не достаньте швейную машинку и не подышите мне брюки, вы будете жить настолько отдельно, что вы не найдете вокруг живой души не то, что мужчину, которого вы ищете уже столько лет. Что вы носитесь по моей квартире, увеличивая беспорядок? Что вы хватаете телефон? Это же не вам звонят. Вы что, не видите, как я лежу без брюк? Вы что, не можете достать швейную машинку и подшить мне брюки? Да, да, да. Все. Сказал я, я ухожу, я беру развод, я на эти пять шекелей выпью, я удавлюсь, вы меня не увидите столько дней, сколько я просил вас подшить мне брюки. Да, да, да. Все. Я пошел к Аркадию. Слушай, Аркадий, ты можешь за пять шекелей подшить мне брюки? Что такое? Я сказал, Аркадий, что случилось? Что твоя теща Софья Генриковна не может найти свободную минуту? Достать швейную машинку и подшить тебе брюки? Может, сказал я, но я хочу дать заработать тебе. Все. Карцев первый оказался у Райкина. Он взял его актером и ввел в какие-то сцены в своих спектаклях. Потом Рома притащил Витю. И потом Жванецкий приехал в Питер. Он и оказался при Райкине. А потом был завлитом театра. Райкин задал какую-то планку и вытащил в Питер. Это, конечно, это было уже высшее образование. Отец зажал сына в угол. Кто знает, у тебя два яблока, я одну выбросил. Сколько у тебя осталось? Тихое скуление. У тебя было два яблока. Я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? Скулешь, тычки, прижатие к стене. Так, у тебя было два яблока. Я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? Плачь, рев, удары. Повторяю, ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я вырвал у тебя одно и сожрал. Я спрашиваю, сколько у тебя осталось? Крик, плачь, папа, не надо. Нет, надо. У тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что у нас есть? Давай морковки. Так, у тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял. Дай, 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 идиот. Это арифметика. Я отнял у тебя одну и сожрал. Вот смотри. Хря-кря-кря-кря. Гриша, она немытая. Ничего, пусть он видит. Я сожрал землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось? Слипывание. Посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках. Одна. Правильно, сынок. Правильно. А теперь возвращаемся к яблокам. Папа. Гриша. Не реветь. Я тебе дал два яблока. Сколько у тебя теперь? Как ты это не возьмешь? Как ты это не возьмешь? Как? Лес, зима. Ты один и не хочешь брать яблоки? Зина, уходи. Закрой дверь. Никого. Ты один. Только волки воют. Где-то свистит милиционер. Тут я незаметно. Рев стал невыносимым. В пол застучали соседи. Ну, хорошо. Ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Тихо, шепот, одно. Значит, теперь сколько у меня яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим? Давай. Но яблок нет. Жрать нечего. Это и есть абстрактное мышление. Потому что Одесса, безусловно, звуки Одессы, мелодии Одессы, смыслы Одессы, этого было мало. Я думаю, что преодоление всегда... Нет, я не прав. Часто способствует росту и успеху. Преодоление. И, вероятно, это было. Вероятно, Жванецкому надо было много преодолеть, чтобы прорвать, ну, прорвать то, что он прорвал. И здесь, может быть, Райкин сыграл позитивную роль, сам того не желая. Так вот, я не понимаю, как мой Жванецкий вытерпел то, что пусть и великий Райкин так его мучил. Три года подряд складывал в сундук произведения, денег же не платил. Аркадий Исакович в этом отношении, как гениальный актер и как абсолютно точный продюсер себя и того, что он делает, он жестко, по-шоу-бизнесовски подходил к отношениям с авторами. Он в этих отношениях пестовал не авторов, не их эго, а исключительно свои нужды. Это огромный конвейер, в жернова которого попадали все выдающиеся эстрадные авторы того времени. Он сочинял свои тексты, а читал там Райкин или еще кто-то. Про Жванецкого мало кто знал. Райкин ни разу не сказал со сцены, что он читает произведения Жванецкого. Но ревновал чужому успеху. Когда Карцева и Ильченко исполнили миниатюру АВАЗ, он тоже захотел в ней участвовать. Вот у нас в институте произошел такой случай. Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе зовут его АВАЗ. И доцент Петяев тупой. Он вызывает в доске этого грузина, как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? АВАЗ. Меня Николай Степанович, АВАЗ. АВАЗ. Николай Степанович, АВАЗ. АВАЗ. Николай Степанович, АВАЗ. Так продолжалось два часа. Он не мог никак выяснить, как зовут этого грузина. А что, что? Этот случай... Что это тут смеетесь? Я тоже хочу посмеяться. Я случай рассказываю. Какой? У нас в институте. Ну-ну. Есть у нас грузин по фамилии Горидзе, а зовут его АВАЗ. И доцент Петяев тупой. Вызывайте вам его в доске. Саша, фамилия ваша? Горидзе. А зовут вас как? Тот говорит, АВАЗ. Меня зовут Николай Степанович, АВАЗ как зовут? Меня зовут Николай Степанович, АВАЗ как зовут? Тот говорит, АВАЗ. Меня зовут Николай Стефанович. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? Меня зовут Николай Стефанович, а? А тот говорит, а вас как зовут? Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, а зовут его Аваз. Его зовут так, Аваз. И тупой доцент, тупой очень человек, понимаешь? Вызывает он, скажет, своя фамилия Горидзе, зовут вас как-то, Аваз. Меня Николай Стефанович. Есть у нас грузин. То, что тебя мучает великан, значит, ты тоже значительная фигура. Это было необходимо для собственного ощущения своей ценности. Какой бы ни сложный был Аркадий Сакович, он был очень сложный человек. То, что он его вынул из Одесского порта и поставил посреди Ленинграда, рядом с собой, это была акция, и это был тот, значит, толчок, который сделал Звонецк. Ну вот, в те времена, конечно, в Одессе было тяжело с сатирой, потому что и в Одессе, и в Киеве считалось, что от неё и все не урожаи, и все так же. И меня вызывали и говорили, да что же вы по больному-то месту? Ну, до каких пор вы по больному месту бьёте всё время? Продуктов там не хватает. Ну, что же вы вцепляетесь в больное место? Ну, расскажите что-нибудь весёлым. А это нам надо страну кормить, нам надо наладить. Потом будете смеяться, пожалуйста. Совсем не смешно то, что Жванецкому пришлось выйти из театра Райкина. Карцев и Ильченко последовали за ним, хотя их никто не выгонял. Вот с тех пор они стали неразлучной троицей. Как же хорошо, что у нас есть друзья. Мы знакомы 50 лет, мы дружны 40 лет и работаем 30 лет. Вот такая арифметика нашей жизни. Я не знаю, или он член моей семьи, у меня семьи нет, или я член его семьи. Это уже такой душевный, многолетний симбиоз какой-то. А вот когда мой попал в беду, когда его угнали вместе с машиной, никого рядом не было из близких. Даже меня. У меня какая была задача, чтобы меня угнали. Я очень хотел, потому что в Серебряном бару у нас была государственная дача, и там Митька родился, и там Наташа с Митькой. И так как я приехал откуда-то на машине, и они тут же завалились в машину, они сказали, ну, если ты с нами не поедешь, там, в общем, мы зайдем в квартиру. Двое их было, и, по-моему, трое еще, третий был. И, в общем, доехали до леса. Ну, я думал, ну, все, сейчас. Ну, чего, вот они сказали, идите, иди к лесу, иди к лесу. Там на «ты» все это было. Иди к лесу. Я думал, сейчас выстрелят в спину, я не знаю, что. Нет, не выстрелим. Какое это чувство? Плевать. Вот плевать. Вот что со мной будет? Просто плевать. Я не знал, что я такой. Не знал. А я вот всегда знал, что мой Жванецкий бесстрашный человек. Они думали его сломать и сбывать. Не на того напали. Я не плакал и не переживал. Этих людей, которые вместе со мной угнали автомобиль, их арестовали. Года через четыре арестовали. Конечно. Но кому приятно это вспоминать? Хочется поскорее эту историю забыть. А забыть плохое может только в работе. Мой Жванецкий просто так ни минуты не сидит. Все время внутри у него что-то варится. Он думает, что-то сочиняет, записывает в свои эти записные книжки. Ну, у меня 215-я сейчас. Она сейчас... Вот это 214-я, это 213-я, это 212-я. Это три последних. 215-я у меня в кармане. Я вначале купил вот такую пачку, и потом очень удобно. Совершенно не отопыривается карман. Потому что я до сих пор, до этих книжечек, вот в каких-то вот таких вот тащил. Потом в портфеле держал. Вот такие вот толстые книжки. И пока она испишется, ей не интересно даже. В этих очень интересно писать. Они быстро кончаются. Уж если взял в руки записную книжечку, то обязательно сейчас из нее что-то прочет. О, я же говорил. То, что я записал. У Юры Роста я увидел водку, холодную в ведре и кружку на цепи. Господи! Изобретателю ведра в России, как изобретателю колеса, нужен памятник в каждом городе. Колодец, вода, помидоры, огурцы, яблоки, унитаз ночью. Если тебе навстречу человек с пустым ведром, он свою жизнь давно проиграл. Теперь несет несчастье другим. И его все заслуженно избегают. С полным ведром навстречу, что бы там ни было, вода, земля, зерно, говно. И у него полная жизнь, и у тебя полное ведро. Полное ведро, и у тебя жизнь. Полное ведро – символ счастья в наших краях. Только бы не услышать окрик. А ну что там у вас в ведре, товарищ? Подойдите ко мне. Снимите тряпку. Пустой. Идите. Когда-то, в 96-м году, ехали мы втроем на машине. Я ж, Вонецкий это, Мария это Чудакова. И он мне говорит по дороге, Мария Тамаровна, вот взяли бы вы и объяснили мне, кто я. Потому что все разные говорят. Я сам не понимаю, кто я – артист, писатель или кто. Я и написала о нем, то, что о нем думаю. Потому что я думаю, первое, что о нем надо сказать, что это необычайного ума человек. А сама, не, я вам скажу, такая умная женщина. Мне перебить хочется. И не могу, прям не могу, не терпит. Пардон, пардон, продолжайте, Мария Тамаровна. Я дала понять, я надеюсь, в этой небольшой статье, что он настоящий писатель, что угадала издательство, которое эту мою книжку выпускало, и выпустила его перед этим. Пяти томник. И директор мне рассказывала, как над ней смеялись друзья, говорят, да вы что, у вас никто покупать его не будет. Он не для книжек. Ну, подразумевалось, что он эстрада, а не печатный текст. Эти пять томов раскупили 400 тысяч экземпляров в течение нескольких месяцев. И они издали второй тираж. Так что они необычайно угадали. То есть люди поняли, что его читать можно именно. У Миши присутствует гений, просто сам по себе. Он иногда даже не знает об его присутствии. Он действует вместо него, за него. И очень часто бывает так, что Михаил Михайлович им не управляет. Миша, скорее всего, один из самых психологических писателей самого времени. Когда Жванецкий о чем-то говорит, он прежде всего говорит о себе. А мы узнаем в этих его формулировках себя. Человек исследует себя не только в силу любознательности, но иногда и от одиночества. У него есть слава, признание друзей, зрителей. Но почему, несмотря на то, что их так много, мой Жванецкий все же так одинок? Даже он с котом, от которого мало толка разговаривает. Такой человек обречен на одиночество. Если так вдуматься, то какой бы нам был ни был близок человек, муж, жена, любовник, любовница, ребенок, все равно до конца никто из них нас не может понять. Коллеги его не могут считать коллегой, потому что у него нет коллег, он одиночка. У него нет людей, которые бы так далеко забежали, как он, приблизившись к своим читателям, к своим зрителям, к своим слушателям. Он к ним забежал в голову, в жизнь. Он забежал к ним в жизнь. И там регулярно финиширует. Крупный художник, крупный художник, одинок всегда. Это очень серьезное одиночество. Но узнать на самом деле, одинок мой друг и хозяин или нет, мы можем только у него самого. Ну, понятно, что одинокий, конечно. Я все время как бы одинок. Невзирая, ну, ну, даже, даже, ну, вот одинокий совершенно. Вот даже когда я с Наташей куда-нибудь иду, одинокий все равно. Вот это ощущение. Вот это ощущение. Это свойство натуры. Этим, видимо, я пишу. Этим я, по крайней мере, мыслю. Он, безусловно, очень хорошо относится к многим людям. И я смею надеяться, что в это число вхожу и я. Но, в принципе, я всегда уважал его личностное пространство. И считаю, что он человек одиночества, в принципе. И это достаточно нормально. В принципе, очень хорошо, когда человек может с собой ладить и находиться в одиночестве без ущерба для душевного здоровья. Ой-ой-ой, что вы говорите? Одиночество – это хорошо. Сам-то пробовал, чтобы так говорить. Помолчи. Стоит микрофон. Символ одиночества. Попробуйте перед микрофоном. Вы становитесь совершенно одиноки. И никто вам помочь не может. Ему очень не хочется быть одному. Он хочет быть услышанным. Конечно. Тебя надо точно поменять. Толстый, старый, потертый. Ты посмотри на хозяина. Красавец, глаз горит. Что вы говорите? То, что Миша сейчас, ну, в таком, я бы сказал, зрелом возрасте ездит по стране, это не то, что он зарабатывает деньги. Может быть, ему бы хватило уже до конца жизни скромно прожить. Это потому, что ему нужны эмоции зрителей, реакция на то, что он делает. Это получается, как я счастлив. Я счастлив, по-настоящему. Дай Бог вам здоровья. Ну, мы своим Жванецким дали. Ну, мы молодцы. Как вы жарили на концерте. Вот успех. Ой, Боже мой. В чем стояешь? Кто мог ожидать, что в конце будет такой вот ажиотаж? Ну, как это? Кто угодно, кроме тебя. Да, кроме меня. И все-таки мой Жванецкий сейчас уже не такой одинокий, как 30 лет назад. И все благодаря его жене Наташеньке. Умница, красавица, обожаю. Кстати, я очень много сделал для его судьбы. Им можно похвалиться. Ты обнаглелся совершенно. Выглядишь ужасно. А потом, ты же не портфель, ты же не ёмкость, ты же талисман. Талисман должен вести себя интеллигентно. Очень много лет назад в дождливом, страшном Ленинграде, стоя у гостиницы Октябрьской, он меня познакомил с Наташей, потрясающей, совершенно молодой, сверхъестественно красивой и отдельной по внешности. Сказал, вот Наташа, я его отвелся, он сказал, немедленно женись, немедленно, все, хватит. И он женился. И вот какая счастливая, это я. Наташа, она больше знает, больше читает его. Она занимается и книгоиздательством, да, и вот, то есть она абсолютно погружена. Это тоже надо найти такого человека, такую жену. Любимая семья, Наташа, сын Митя, друзья, а ведь в жизни есть не только они, но еще и завистники. Вот у многих какая-то амбициозность какая-то, даже как ни странно прозвучат мои слова, зависть. Какие-то темные чувства мешают признать кого-то, поставить достаточно высоко на пьедестал. Он стоит у нас не так высоко, как должен был бы стоять. Да не, я вам скажу, Жванецкий вообще не доценен вот этими вот критиками, которые позволяют себе заявлять, что Жванецкий, что он выговорить даже не могу, что... Потому что Жванецкий исписался. Они просто никак не могут себе признать о том, что они завидуют ему лютой завистью, его жизнелюбию, его невероятному успеху, финансовому успеху, всем успехом. Но самое главное, они завидуют той любви, которая живет среди его соотечественников и современников. Завидуют, потому что есть чему завидовать. Он продолжает расти. Это, безусловно, так. Это редко бывает. Если он в свое время писал нормально, Григорий, отлично, Константин, если это считается образцом, это ха-ха, смешно, то да, он больше пишет сейчас других вещей. Послушай, я прекрасно понимаю, что тебе есть что сказать. Лучше тебя никто не знает, Михаил Михайлович. Конечно, никто не знает, только не надо мне рот затыкать, я и сам молчу, молчу. Мне приходилось, а когда они смеются, а ты стоишь на сцене, а они не смеются, а ты стоишь на сцене, а ты уйти не можешь, ты бы сбежал, ты бы сленял, ты бы ползком был полз, к чертовой матери на всю жизнь был полз. Еще сзади стоят друзья, а сзади еще стоит человек, который после тебя выступает, а впереди человек, который до тебя выступал, все это, все-таки конкуренты, твои соперники, и ты хуже всех, и ты не можешь ни уползти, ни убежать, ты читаешь, до конца стоишь. Я сочувствую своим коллегам, и люблю их за это, вот за то, что... Вот не смеются, а ты читаешь до конца. Потому что бежать невозможно. Вот я поэтому, ребята, вызываю сочувствие на себя, в данном случае, когда рассказываю об этом, вызываю сочувствие на себя. Возраст идет, смешить все труднее, а ты должен. Все к этому привыкли, и ты выходишь на сцену, и ты к этому привык. Самое страшное. Тоже они к этому привыкли, ладно, публика, она, по-другому, сменяет друг друга. Тысяча одних, завтра тысяча других, завтра тысяча третьих. Молодежь приходит на смену, но все знают, что ты должен смешить. Это Жванецкий, ну выдаст, ну выдай. Михаил, выдавай, Миха, ты бы что-нибудь выдал, ты бы что-нибудь смешное, бы дал бы, ну выдай. Что ж ты, ты как-то что-то не выдаешь в последнее время, что-то. Ты вот выдал вот эту шутку что-то на мне. Ты знаешь, что-то как-то раньше так как-то, ты как сказанешь, так аж внутри так я, у меня аж слезы на глазах от смеха. Сейчас полчаса сижу, одна шутка, а мы с женой тут заплатили все-таки. Я тебе просто должен сказать, что ты не знаю, подумай там, поработай. Эта эстрада, а компании, большие компании, или даже дружеские, какие-то узкие застолья, да. Все окончается. Тихо, стоп, стоп, положите вилки от адвентирюмки. И сейчас, и давай. Это крест. А потом уже нет возможности пробуксовывать. Когда уже Жванецкий, то обязательно это афоризмы. А это же не всегда рождается. А когда что-то чуть-чуть ниже, то у-у-у. А что у? Это же не конвейер. Как правило, наши творческие силы, так же, как и физические, в какой-то момент начинают как-то сдавать. Но все-таки, когда за 80, то у большинства людей, скажем так, уже не такие мозги. Ну, устает этот аппарат. У него не устает, а у него продолжает развиваться. Вот это вот поразительная вещь. Вот это никак не возьму в толк. Вроде мы почти одногодки, но я старый, лысый, потрепанный, а он молодой. И я все угнаться за ним не могу. Молодость-то у него есть, любовь жены, друзей и народа тоже. А вот любви государства не видать. Меня, кстати, спрашивают, как я жил. Так, сочувственно. Как, бедненькие, вы жили? Я, в общем, жил неплохо. Я не знал просто, что можно издаваться, что можно издавать книги, что можно, допустим, вот как сейчас, там, звонят из журналов, звонят из газет, напишите что-нибудь, дайте нам что-нибудь, что вот на телевидении могут пригласить. Я этого не знал. Хорошо, что теперь хоть его и сдают, а то ведь всю жизнь его в прессовке они печатали. Так что мой Жванецкий от цензуры сильно пострадал, хоть и не привык жаловаться и представлять из себя борца с режимом. Но нервы ему потрепали сильно, я вам скажу. Я застала то время, когда мы справляли 40 лет. Были отменены концерты в Ленинграде, были отменены концерты в Москве, были отменены концерты в Новосибирске, были отменены концерты в Томске и так по 11 городам нашей великой Родины. Человек не сломался, он живет, и мы не можем жить без него. Ну да, конечно, бесследно все это не проходит. Человек от бед закрывается. А мой и так всегда был человеком, мягко говоря, неоткрытым. В компании, в своей компании или в зале, в концерте, он, конечно, экстраверт. Но когда, я думаю, когда он пишет, когда он сосредоточен или когда он готовится к концерту, он, безусловно, интроверт. Ти-ти-ти-ти-ти, ну шо ты, шо, директору-то откуда известно, какой тип личности у Живунецкого? Слушай, застегнись и не спорь. Носишь тексты и носи. И скажи спасибо, что тебя не забыли благодаря мне за кулисами зала Октябрьский в Питере на рояле. Это я вспомнил, что ты там лежишь. Сейчас был бы бездомным. Чем бы ты занимался в своей жизни? Не знал за это, за спасение моей персоны? Мерси. Конечно, Михаил Михайлович абсолютнейший интроверт. Абсолютно закрытый человек. Конечно. И все-таки вот интересно, что он сам за себя думает, Живунецкий. Экстраверт – это человек, который наружу выбрасывает интроверт, это в себя. Я думаю, что интроверт, конечно. Из-за соседнего стола. Я буду читать время от времени маленькие тоже такие. Из соседнего стола. Водочку вашу можно на минуточку? Дракий участвовал в Весвеста. Для меня Михаил Михайлович – это некий креативный продюсер юмористического пространства. То есть любой предмет, вилка на обеденном столе, любая фраза в диалоге может стать импровизационно центром юмористического рассказа, причем такого, что ты заслушаешься, будешь хохотать. И эта мимолетность, сиюминутность, неуловимость заставляет тебя схватить первое попавшееся записывающее устройство и записывать это, записывать. Потому что, к сожалению, не все записано в этом портфеле. Не все отображено. Что значит «не все записано»? Ты набит вот этими талантливыми мыслями, меня от них распирает. Ой, от того, что у тебя столько бумаг, это не значит, что ты умный. Кстати, между прочим, держишься ты только благодаря вере хозяина, что ты что-то решаешь. И, конечно же, я к каждой встрече с Михаилом Михайловичем отношусь как к какой-то жемчужине в жизни. Ты чувствуешь, что ты общаешься с уникальным человеком. Мне однажды довелось увидеть крупное его лицо, и я понял, дорого ему стоят его строчки. Это не просто так. Понимаете, легкость, с которой он выступает, она потрясает любого человека в зале. Но что это стоит ему, знает только один Жванецкий. Вот если бы он сидел напротив меня, я бы ему сказал, Миша, знаете, вы для меня гораздо больше, чем вы думаете. Вот в моей жизни есть темное и светлое, вот и вы есть часть светлого в моей жизни. То, что вы есть, вот это для меня часть света, светлого. Поэтому я вам так признателен, поэтому я вас люблю. Потому что вы делаете мою жизнь лучше на самом деле. Ну вот, началось. Пафосные патетические речи, здравствуйте. Конечно, с твоей точки зрения мы все говорим глупости. И странно, и обидно тебе, что к тебе не обращаются. А вот я к тебе обращаюсь. Я тебя очень прошу. Не могли бы ты посчитать, сколько раз во всех произведениях Жванецкого встречается слово «я». И вот посчитай, пожалуйста. Ну и когда сосчитаешь, тогда я тебе уступлю место, и будешь говорить вместо меня. Мама моя, Жванецкий, спаси от нападок. Почитай что-нибудь из меня, вернее из тебя. Ну, конечно, из моего содержимого. Я думаю, как само возникло сельское хозяйство, вот так же сдуру само возникнет и производство. Если только руководство будет упорно не вмешиваться. Упорно. Для руководства уже есть увлекательное военное дело. Там и деньги, и заводы. Увлекайся. Мальчики, в общем, спасибо за пожелания. Всем, кто звонил, всем, кто пришел, всем, кто знает, всем, кто помнит меня или мои слова, продолжайте. Ну, если сам просит продолжать, давайте, давайте, говорите свои красивые речи. Он явный наследник Гоголя и явный продолжатель Зощенко. И вот положите рядом Гоголя и его, и вы увидите, как это похоже. И так же Зощенко, нашего великого писателя. Он совладеет невероятной краткостью. Почему для него Чехов? Чехов для него бог. Вот Чехов же сказал, краткость сестра таланта. Значит, у Буржболевского, наверное, много сестер. В нашей стране, в нашей традиции читательской, литературной слишком широко распространен смех сквозь слезы. Тексты его побеждают, потому что тексты гораздо сильнее, чем то, что мы можем себе представить, произнося фамилию Жванецки. Я хочу сказать, Миша, спасибо тебе за нашу жизнь, за мою жизнь конкретно. То, что сейчас мы на твой день рождения ходим в зал Чайковского, и он так к тебе идет, этот зал, а ты так идешь ему, потому что там выступают только гении. Я бы на месте моего хозяина на такие серьезные речи ответил бы. Если друзья говорят, я им верю. Я совершенно верю. Я всегда верю посторонним людям, потому что что я могу сказать о себе, какой человек может сказать о себе. Ну, бывает, наверное, нахалы, которые могут сказать, я писатель, я вот давно, вот у меня шесть книг, восемь томов там, все. Нет, я ничего. Нам надо подождать, пока меня не станет, и мы тогда посмотрим, живет это или не живет. Трудно сказать сейчас совершенно, потому что это такой текст. Я правильно говорю. Ты когда слушаешь, ты смотри в глаза. Вот смотри в глаза, и все. И не моргай. Вот теперь я понимаю, да. Я думаю, вообще уже пора. Заканчивать? Ну все. Как скажешь, мой золотой Швадецкий? Как скажешь? Ты у нас главный, ты прекрасный, самый лучший писатель. Конец. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok